Музыка Семья занимает в жизни мусульман особое место. Забота о родственниках, супруге, детях рассматривается как часть поклонения. Поэтому не случайна тема слета мусульман Беларуси, который в этом году проходит во второй раз, основы счастливой семьи. В начале мероприятия с приветственным словом к участникам слета обратились муфти мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь Абу-Бекир Хазрат Шабанович и посол Турецкой Республики в Республике Беларусь Гючлю Джем Ишик. Уважаемые наши телезрители, мир вам и милостью Вышнего Бога. Мы с вами находимся далеко за городом, где мы проводим форум молодежи. Этот форум очередной, мы ежегодно это проводим. Конечно, актуальнейшая проблема семейное воспитание и вообще семья. Каким образом на сегодняшний день сохранить семейные традиции наших предков? Они очень важны. И хоть предки жили в иных условиях, иные подходы были к выполнению, соблюдению этих традиций семейной жизни. На сегодняшний день нам очень значимо показать их опыт, который преломляется через те кануны религиозные, которые были доведены многие тысячелетия людям на Земле назад. Нам очень важно довести эти взгляды, религиозные, житейские взгляды, сформированные уже давным-давно на сегодняшний день, чтобы сохранить их, дать семье значимость самой главной ячейки общества, ячейки жизни государственной. Вот эта цель и преследуется нашим форумам молодежи, на которые собраны девушки, молодые женщины, матери, отцы, юноши, которым еще предстоит строить семейную жизнь. И в течение трех суток они будут по программе проводить различные мероприятия. Посмотрите, как значима вот эта работа, как нужно тщательно, осмысленно подходить к действиям своим. Мира вам и успехов! Аминь. Слёт мусульман Белоруссии – это дружеское общение и знакомство с интересными людьми, тренинги и мастер-классы, интеллектуальные игры и атмосфера духовности и гармонии. Но главная составляющая слёта – это его участники. Образованные, интеллигентные, мечтающие, целеустремленные, думающие и совершающие благое. Сегодня мы здесь собрались для проведения второго мусульманского слёта, где в эти дни каждый мусульманин будет стараться побольше приобретать те знания, которые ему необходимы в его жизни. Тема этого слёта будет посвящена именно о ценности мусульманской семьи. О ценности, то, как человек должен быть, то, как человек должен вести себя в семье, именно в мусульманской семье. И мы надеемся, что этот слёт станет той площадкой, где каждый возьмёт для себя те знания, с которыми он сделает шаг в свою будущую жизнь, в будущую жизнь в создании мусульманской семьи. В исламе особое место выделяется именно созданию семьи, так как посланник Аллаху, саляму, во многих хадисах говорил о том, что мусульмане должны создавать семьи. Я в судний день, то, что пророк Аллея Саратосанам в судний день будет гордиться своей умой из-за его многочисленности. С этой стороны каждый мусульманин должен стараться своевременно создать именно свою семью. Мы все знаем, что семья — это не только те чувства, которые между мужчиной и женщиной. Семья — это непосредственно те проблемы, трудности, тот путь жизни, который они вместе проводят. Мы постараемся на этой площадке с точки зрения ислама разъяснить и молодым парням, и девушкам, то, как мусульманин должен создавать семью и жить в семье. Мы обращаемся с мольбой ко Всевышнему Аллаху, чтобы Всевышний Аллах сделал наш слёт с той площадкой, благодаря которому каждый возьмёт для себя те нужные знания, с которыми он будет делиться, жить и делиться с другими людьми в течение всей своей жизни. Участники слёта приехали из разных уголков нашей страны, чтобы не только познакомиться и пообщаться, но и может найти решение своих жизненных вопросов. Организаторы мероприятия пригласили на слёт и уже состоящих в браке, и тех, кто только собирается сделать свой выбор. Ведь именно такое живое общение и даёт возможность понять значимость традиционных человеческих ценностей. В этом году тема нашего слёта — это «Основа счастливой семьи». В исламе создание семьи — это шаг на пути к служению Аллаху и к духовности. Каждый мусульманин старается и стремится создать семью. Наш пророк Мухаммад, мир ему, говорил, что правильная жена — это половина веры. В нашем слёте мы постарались в программе учесть лекции и другие тренинги, как для тех, кто ещё ищет себе спутника жизни, так и для тех, кто уже в семье и хочет сохранить отношения со своей женой, мужем, родственниками, воспитать детей в духе нашей религии. То есть здесь у нас участники имеют возможность, помимо получения религиозных знаний, и познать немножко себя в различных тренингах, а также делать совместные намазы, читать вместе Куран. И это такое как практикум для того, чтобы это всё перенести в свою семейную жизнь и укрепить себя в вере. Сегодня традиционная семья необходима каждому человеку для формирования собственной личности и самосовершенствования, а также для того, чтобы жить благополучно и созидать, поддерживая при этом нормальное существование общества и продолжая род человеческий. Семья помогает верующим сохранять мир и спокойствие даже в самые трудные моменты жизни. Самое интересное, что хочется отметить, это атмосфера, которая здесь присутствует, атмосфера дружбы, атмосфера духовности, которая нам здесь перевивается благодаря нашим учителям, хазратам. Они нам помогают ещё больше проникнуть в глубины нашей души, так сказать, и прочувствовать себя единым целым, единым организмом, единой уммой. В первую очередь хотелось бы поблагодарить всех организаторов данного слёта и всех тех, кто принял участие и благодаря кому этот слёт стал возможным. А также, конечно, наших дорогих братьев и сестёр, которые в суете будней нашли время, чтобы остановиться, приехать сюда и немножко подумать о чём-то действительно важном. Безусловно, как уже отметил наш Муфтий, в данный момент традиционная семья испытывает определённые трудности. Современные тенденции диктуют другой уклад жизни. Однако хочется верить, что данный слёт поможет всем мусульманам и мусульманкам, которые проживают на нашей белорусской земле, укрепить свои знания, укрепить веру, любовь ко Всевышнему в своём сердце и также подарить, провести все эти светлые чувства и знания через множество-множество поколений вперёд в лице наших детей, внуков, правнуков и так далее. Семья была и остаётся хранительницей религиозных и нравственных ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растёт благосостояние народа. В священном Коране сказано, среди его знамений, то, что он сотворил для вас из вас самих жён для вас, чтобы вы находили в них успокоение и установил между вами любовь и милосердие. Воистину в этом знамение для людей размышляющих.